Не знаю, что случилось. Вот мне нужен, наверное, лук. Не нужен, больно. Не идет, наверное, куда-нибудь, не знает. Что случилось. Елена Лаврушкина за работой по-простому рассуждает о причинах снижения спроса на кичушевское золото. Времена, когда в этом селе лук на продажу не выращивал только ленивый, ушли в прошлое в 2017-м. В нашем селе, как традиция, заниматься этой культурой. Ну, в сравнении, допустим, с 2017-м, сейчас уже в 2020-м году намного меньше стало. И раньше занимались целыми семьи. Ну, сейчас где-то семей 5-6, наверное, осталось, которые занимаются массовым выращиванием лука. Остались самые стойкие у нас. Алексей Ильич и Татьяна Васильевна как раз из числа тех самых стойких. Уже пенсионеры, но этот заслуженный отдых, собственно, отдыхом не назовешь. Каждый день в огороде, как и многие поколения до них. Всю жизнь занимаемся. И деды, и прадеды нас занимались, и теперь мы. А уж нас здесь не будут. Поводов для такого пессимизма у Глуховых предостаточно. Самый главный – не берут больше лук, как брали его раньше, целыми грузовиками. В этом году скорее по привычке, чем ориентируясь на спрос, посадили пологорода. Урожай порадовал, говорят, тонны 3-4 будет. А вот будет ли кому их сбыть? На перекупщиков, которые теперь в этих местах гости редкие, копится, если не обида, то досада. Мордовский лук самый хороший, и никто вот не занимается. Не занимаются, не хотят коммерсанты. Это очень трудное дело. Да, не хотят. Раньше вот занимались, вот когда вот было в советское время, машины ездили по улицам, спрашивали, сдавали куда-то. А сейчас нет, сейчас и за рубежа везут. А Татьяна Васильевна свой лук везет в сарай. Точно так же поступают и другие ее собратья по цеху, или вернее, наверное, уже теперь сказать, товарищи по несчастью из Кичушева и пары соседних деревень. Лук не везде растет. Да, у нас. Вот еще в Ардацком районе там село Урусово какое-то есть, там еще занимается. И вот наше село и соседнее село Колосево там. После 17-го года все побросали все. Старые уже вообще только для себя сажают, а вот еще мы помоложе сажаем. Я тоже уже пенсионерка. Елена Лаврушкина в своем гараже старинной деревянной лопатой ворошит кичушевское золото. Делает это бережно, чтобы не испортить товарный вид. Ведь надежда продать плоды своего годового труда, вопреки всему, не угасает. Все равно поддерживает, да. У нас дети учатся, все трое. Все, копейка. Хоть какая, никакая копейка. Ну и традиция для деревни, да? И традиция, да. Не охота я эту традицию выпускать. Павел Степаненко, Максим Прохоров. Наши новости из села Кичушево, Ордатовского района Мордовии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова